всем привет встретил восход так сказать на берегу реки за моей спиной воронеж я имею виду название реки в общем картина не очень хорошие хотел сегодня закрыться под жерковой ловли но скорее всего она состоится я имею ввиду закрытие но картину которую я наблюдаю не очень хорошие за моей спиной старый свой старого старого моста так вот летом они торчали над водой примерно на 30 сантиметров сейчас сами видите тут в районе метр тридцать в общем воды нет совсем реки мне нужно идти против течения и нужно по плану пройти этот участок на веслах не знаю каким образом я сейчас буду проходить в общем как-то просочусь наверное мимо свой в общем сегодня нас джерки крупные довольно таки приманки то есть массы свыше 100 грамм некоторые в районе наверное 200 грамм будут но это больше тестовый вариант средний рабочий такой вес будет до 150 грамм приманки довольно крупные в общем сейчас покажу снасти надеюсь там что-то видно потому что здесь на самом деле темно освещение какого здесь нет в общем речка очень мелкая всем какой там 9 ноября если память не изменяет в общем к нам тут недавно заходила зима на несколько дней были морозы снег но потом все растаяло но на следующей неделе обещают уже тоже замок в общем как-то так сейчас покажу удочку но приманки наверное чуть попозже когда будет более-менее такое освещение по качестве в общем это удилища которое стал открытием для меня в этом у . приземлилась в этом сезоне это w4 от вести на длина 244 с тестом до 290 грамм катушка калькутта 18 года 400 размере шнур есть не ошибаюсь 80 давно покупал от компании варилась такой восьми жильный по моему 80 врать не буду память уже подводит в общем ладно стартуем сейчас попытаюсь спустить лодку здесь довольно такой существенный спуск вроде на пути ничего не мешает в общем ладно на воду у . сидит он пряталась за пенечком какая-то интересная раскрасками домашнюю что откуда тут домашняя такая одиночка это какая-то дикой наверное беленькая какая-то шея у него ловка хохолок какой-то сверху необычный как очутка так пройду я здесь нет очень мелко очень тесно очень много травы здесь вот какая интересная не боится меня чуть-чуть побаивается наверное так все я застрял по ходу здесь нужно задум трансом не пройду очень много травы ой блин вот угораздил меня закрывать сезон по такой мелкой воде с пеньками вокруг так ой-ой-ой-ой-ой засада поехали поехали ты можешь димак можешь ухты застрял застрял совсем совсем застрял весло не сломайся пожалуйста весла гнуться на шо ж такой за торт и здесь ухты ёкарный бабай жесть какая-то весла бедненькие за что ты будешь делать то такого есть не припомню свой своей практике осталось чуть-чуть до открытой воды а я не могу весло освободить она загнулась даже ёкарный бабай были такой какой здесь количество травы ты что-то ломается отдай были рыбалка будет сегодня нет были не хочется весло право работать правильно блин чуть-чуть осталось проползу все равно ага-га-га пошла 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 приключение блять какие приключения на ровном месте у . не выдержал такого шоу он была весло маленько согнулась но я прошел то хренатень так вообще хотел применить сегодня различные приманки не знаю как там дальше конечно с глубиной в тех местах где я был пару недель назад а на прошлой неделе здесь тоже бачил по моему неделю пошла не 2 по моему сбился уже со счетов когда был на рыбалке в общем ладно приманки сегодня следующие есть такая интересная тоже пошла дуб купол но еще не испытывал крупный приманка от сибэйтс кардинал называется на рыбалке шок покупал как-то не было скидка купил больше 20 сантиметров длина такая высокая но это по моему с с к должна быть есть не память не изменять попробуем ее где-нибудь затестить свою взял тоже гигантскую рыбку но это больше так для теста что неся с этой снастью покажет то есть как будто игра приманок посмотреть больше больше для этого для этих целей для глубин по поглубже взял тонущие приманки вот доверочек у меня один есть которого уже видели на предыдущих рыбалках может быть сегодня тоже я не хотел покидать там дальше вот так он выглядит крючочек отцепить интересно приманка с хвостиком страйк про губки большой тонущий кожи это прибалты сейчас уже такие не делают жирки джи 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 как-то так название страны такая интересная тоже рыбеха ну и несколько проверенных которые уже давали поклевок поклевки поимки тоже себе вот у меня одна из любимых кастами фирм по приманкам крупным вот такого хвоста ты тоже обалденный с него наверное начнем сейчас облов тут справа слева травка это уже на прошлых рыбалках увидели в этом году ну и поменьше взял приманку одну такую медленно тонущую будет ближе к тонущим наверно сам я мастерил и близь блесенька деревянная может деньги тоже кидая немножко такого красного цвета особо на них никогда не рыбачу взял с собой на всякий случай может быть джерки надоедят попробуем какую-нибудь другую приманку вот как альтернатива блесна и дайвер у меня сегодня есть обычным глайдер на имею ввиду альтернатива не знаю что вы там видели блин тут конечно темновато освещение хреновенькая кто будет спрашивать перчатки это рабочие они теплые им уже лет десять так они выглядят как-то покупали на работу здесь они не промокают такая довольно но резиновый такой какой-то напыление но но не скользкая довольно довольно шершавы не при новой с собой взял тоже перчатки но буду их использовать потом мне не кстати от бфт не нравится полная лажа они быстро как бы рвутся и выходят из строя сейчас поставим яркую приманку поярче такую цветом с хвостиком размерами 19 сантиметров хвостик если так вот то примерно около 30 получается в рабочем состоянии на нее и ловил щук вы это грамм по 400 приблизительно медленно тонущая приманка сейчас там здесь не течение держит пока ветер не сдувает сейчас здесь покидая несколько раз ой сверху только провода нужно быть аккуратнее так ну что первый заброс ветерок всем западный блин тут течение еще на меня так что должен меня ветерок нести сегодня по моему маршруту по идее помогать желательно сегодня делать какие-то паузы иногда хотя бы были на приманку вообще просто мне так она нравится не знаю щеки тоже нравится если рыбой открывать то обязательно чуть-чуть они сегодня среагируют классно играет данный рыбеха просто великолепно смотришь и завораживает глаз ага ветерок спину будь мы сегодня колыхать то есть принц все как по моим планам маршрут практически тот же самый что и был на последней рыбалке только я захватил еще километр с небольшим получать спереди перед тем сходом на воду который был в прошлый раз то есть дистанция увеличилась условия поменялись то есть вода мне кажется прошлый раз было выше здесь я конечно не был ну блин тут прям очень сильно мне нравится как выглядит уровень воды немного покидал пока тишина поставил вот эту приманку сейчас здесь пока вроде потише попробуем и так сказать опробовать что на себя представляет не помню какая длина по моему сантиметр двадцать три наверно не такой теченица который меня несет маленько ветерок то дует то нет то есть он то помогает то не очень так по моему я раньше не тестировал не помню все посмотрим что она себя представляет данная приманка как она себя ведет в воде блин ну отлично очень как бы медленно тонет немножко попой вниз но гладит он прям превосходно широко то есть прям вот классно мне нравится тут конечно темно мне это ничего не видно особо вам на камеру точно ничего не будет видно но приманка зачет даже от потяжки если делать не слишком резкие большие все равно нормально уходит в сторону на пол метра точно где-то приблизительно то есть приманка зачетная а вот и первый зубастик блин были даже неплохо не могу поверить что-то будет поймал радость моей полный штаны нормальный такая рыбка у сидит на тоненького совсем а поесть полторашка есть сошла есть я рад не безмерно рад рад и блин плыву тут милях такой думаю все закрытие сезона не состоится и тут блин такая рыба есть полторашечка он сработал очень медленно тонущая приманка довольно сильное течение мне тут ветер держит то есть течение такое интересное здесь маленькая такая ямочка пеньки и вот кидал к дереву к этому несколько раз ничего не сработало вдоль бережка тут мелкая травка а тут такая ямочка небольшая метра наверно 3 и вот кинул к тем пенькам впереди и буквально ну не знаю 10 метров 10 от них уже отошла приманка и найдет буквально 20-30 сантиметров а там глубина нормальная и такая прям еле-еле заметная поклевка как за траву то есть удар никакого не был такой тюк чуть еле ощутимый потек и она правда заворачивался я так счастлив я не ожидал честно что клюнет она забавилась даже за загривок маленько только толстенько прям хороший такая рыбка да где-то двушки не будет наверное но около того красивая какая ух как ветерок здесь маленько разбушевался так надеюсь камеру меня не сползал с головы шапка блин такая мягкая вот тут такие завихрения буруны какие-то ветер мне гонит еще не отсюда вот это сработал джерк бубука блин тут реально она спиньков его провожала потому что здесь глубина а приманка как бы так пеньки вы не острый сучки не проткните мне пожалуйста моё плац-средство ой ветерок ветерок вот где-то здесь и здесь она где-то и взяла вот в этом месте течение здесь довольно мощная то есть приманка не работает при боковой проводке нужно либо по течению либо против течения как-то кидать лучше пой наверно потому что против слишком у нас сильные есть такой вот дальше миляк пойдет заросший летом сейчас тут конечно травы нет но течение хорошее ветерок хоть проснулся ой в общем я счастлив закрытие сезона пока что дох проходит замечательно хотя принципе в начале настроение было не очень хорошей воды нет в блин холодно еще и ветер как-то дул не так как надо сейчас дует нормально так пока вроде вот такой мест мелко попробуйте свою рыбилку вот такой вот я не помню сколько навесит но что-то наверно около 200 грамм здоровый толстая такая сейчас глянем блин ну да без такой прям чувствуется на удочки как она себя будет повести на проводке есть такой закуток ну рыб здесь конечно нет никакой я уже покидал просто хочу посмотреть как получится ее проводить данным удилищем ну принципе вот по ощущениям вот это который в руку передаются там все должно быть классно пока не вижу а ну да вот вроде играет приманка ух ты она очень медленно тонет но прям глайдит мне понравилось сейчас еще разочек были ну тяжелых 20 по моему три сантиметра на есть не ошибаюсь не помню же точно характеристик несколько лет уже прошло я ее дом не перевешивал ради интересов думу не измерял но по моему чет 23 сантиметра то есть игра такая в принципе нормально но она не стабильная то есть иногда рыбка может не уйти в глади надо как подбирать все-таки ритм потяжки и плавность потяжки чтобы она как-то про из себя проявлял то есть нужно тренироваться но так иногда нормально гладит вот допустим вот она сейчас не очень широко ну так иногда прям уходит в сторону метров на 30-40 но не всегда иногда меньше вот еще рябь на воде поэтому не видно блин хотелось бы конечно чтобы потише было чтобы визуально посмотреть но приманка не сильно ярко поэтому не видно издалека но игра нормально принципе если наловчиться при желании есть хорошие трофеи здесь их таких особых нет рыбек хочется поставить что такое аккуратненько ну руженька приманка конечно тоже крупный но поменьше на которую была поймана рыбка поменьше размером и она как бы с ней проще возиться то есть игра не капризная такая обычная без выпендрежа 100 рыбка все-таки не всегда получается прямо так хорошо завести да в принципе любой джерк может сбоить это как бы не панацея что прямо некоторые есть вообще прямо идеально какая-то может муштрует как заправский блин солдатики а некоторые капризные малявка какая-то прицепилась совсем не сопротивляется что такая маленькая клюешь ты елки-палки об беспоклевочные как за траву а полкило где-то ух ты засел как тихо 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 не стартой не стартой тебе говорю блин придется брать пассатижи этом выцеплять сначала показал что это трава сначала показал что трава одну руку неудобно как сделать открыли ротик открыли сидит глубоко крючок здоровый но ничего такая вот рыбка маленькая вы подрастай я за тобой приеду потом попозже блин клюнул там где когда никогда ничего не клевала в этом месте у собачка до бегать ветерок меня несет шикарно и где там там в этот ракеном стоит тут травы много чуть чуть поближе сейчас к берегу подойду ой вот так сначала показал что трава но наявила себе как трава даже ни разу не тюкнул то есть не мотну ни голову ничем просто как повисло на заднем треники на заднем по моему треники то на весело или нет и все глубина здесь нет несколько метров а приманка идет 20 буквально сантиметров под водой и где-то она там из этой наверно травки выскочила странно что пиявок нет по идее щука пассивная должна быть пиявках а пиявок что-то не видно такая поддача подача была хорошая рыбка маленькая на поклевку было просто зверь просто зверюга даже подумал сначала что-то монстр клюнул такая же как и предыдущие на чуть-чуть покрупнее на об да грамм 600 на такая рыбка были трещи задувает капитальный елки-палки как ты там зацепилась за два крючка о какая рыбешка все вот это в пиявках уже его 3 пиявки на не 4 пиявки но она такая активный прям бойко поклевка была хорошая сибэйтс с хвостатой отработал блин пока камеру включал чуть мне кажется и сдвину не значит он получилось заснять ветер сильный тут уже сзади два конкурента в общем рыбалка обещает быть интересным вроде камеру более-менее нормально стоит прям на центре стою речки балансирую на волнах и кидаю и ловлю вот 3 рыбка сегодня ну блин поклевку было зачетный прям при подсечке понял что счет должно быть нормально не знаю почему так показалось но маленькая рыбешка не зачет в моей практике рыболовный такой впервые в общем забросил такой слабенько какое-то было не знаю с чем-то столкновение моей приманки и все как вы видите после подсечки нет ни поводка 30 сантиметров не джерка джерк такой прикольный был не знаю где он теперь где-то там что случилось а так и не пойму то есть мне такой впервые чтобы у меня вот такой поводок ну и так понимаю мне кто-то вот тяпал может быть все таки рыбка промазал наверное попала может быть шнур на зубы я подсек и все гудбай приманка гудбай прикольно перед этим маленькая сошла одна рыбка такая где-то около полкило на эту же приманку блин такая были классный баха приманка и так ее потерять не знаю такое для меня как бы впервые я не ожидал такого что это вообще в принципе реально ладно сейчас будем перевязывать снова поводок поставлю будем использовать другие приманки на ровном месте считает усилий такой поводок длинный но это понимает откусили потому что по-другому никак от не могло произойти скорее всего поводок попал как-то не поводок а в смысле щука взяла промахнулась наверно шнур попал в пасте я подсек и все какого она была размера я не знаю поклевка была такая на грани ощущения что это было понятия не имеет ладно продолжаем рыбалку сейчас он к берегу швартанусь там чайку попью чайку попью перевяжусь отдохнул все немножко соберусь с мыслями продолжу рыбалку сошла блин да как и лучше где-то на глаза весь хапанула поменял джерк такой-то не остался медленно тонущий и прям на глазах вот тут как даст такая поклевка не шибко мощный но нормально красиво был пока камеру включал как всегда они были набегают такая вроде килограмма вот уже пятая рыбка что-то были проснулась сегодня рыбеха в ветер такой рыбка льет конечно джерк у меня сперл один как она так умудрилась не знаю срезал как а как будто его и не было как будто ножницами не знаю что случилось не знаю вряд ли это узел потому что ну я сегодня этим узлом и лодку тянул с якорем развязаться он не мог там срезали его может там щука с ножницами плавать какая-нибудь или с ножом официально приманки мои тырит погода конечно сегодня вообще не рыбацкая но в плане того что кайф от нее не получаешь вот конкурент впереди тоже наверно якорица там он меня обогнал и покажу чай пил пошел так называемый перекат ну там не то что перекатом просто речка заросшая извивается с другой стороны островков там более мелкий участок я его просто так называю перекатом так и получается 3 я поймал 1 убежала это 4 вот это 5 сошла а 2 убежал получать 5 и 1 сперла приманку еще была слабенькая поклевочка 1 то есть получается 7 контактов уже с рыбой были вообще шикарно на самом деле то есть я не ожидал сегодняшней рыбалки столько эмоций 1 особенно самую порадовала меня прям классно рыбка остальные все маленькие были который срезал джерк не знаю какого она была размера я ее не ощутил не видел ветерок продолжает меня шустренько знать прямо на встречу в моей судьбе только что видел щуку такую это около двушки неподалеку от лодки не спаси за моим джерком я по-моему не почувствовав поклевки подсек раньше времени увидел щуку и рука наверно вернусь вот он так не слазь сбоку прям как стрела раньше времени подсек раньше поклевки мне кажется так получилось или она промахнулась в общем ну ну я подсек подсек но поклевки как таковой не был в общем либо она промазала я подсек случайно как бы на интуиции либо раньше ее атаки рыбу я видел такая замечательная была рыба конкуренция здесь между прочим возросла здесь уже четыре лодки я вижу вот ну не вижу чтоб кто-то ловил вот единственный выход у меня только что был буквально пять минут назад а вот и рыбка напоследок у дома какая где-то под полторашечку наверно зацепилась сюда подсеку не мешает что ты блять мешаешься есть контакт небольшая но приятная трудовая можно сказать не ожидал эту поклевочки такая вроде полутора килограмм наверно рыбешка уже несколько часов поклевок него парочку наверно часиков волны блин очень сильный смотрите что происходит на воде жесть какая-то водку качает балансирую в общем ладно отцепляем сейчас ну такая самец худенький какой-то вот такое закрытие сезон получилось под жирковой ловли фух устал маленько уже на берегу времени даже не знаю сколько но где-то наверно часа два думаю есть в общем все видели сами жирки не сюда вручает можно обойтись обычными снастями воблерами но опять же клюет не у всех то есть вот я проплывал мимо других рыбаков они ничем не могли особо похвастать просто парень наверное который поймал попал наверное в клёвое место ну я чуть-чуть поймал сегодня парочку забрал получается парочку маленьких отпустил штучки две-три меня убежала потом остальные все промахивались подходили смотрели и 1 какая-то самый жадный откусила не знаю как так получилось я до сих пор не могу понять что там была за рыба как она могла схватить так чтобы шнур примерно 0 6 0 6 диаметр миллиметров то есть он где-то сто сто двенадцать либров по моему на разрых срезал как ножом практически там 1 ворсинка торчал то есть как будто прям бритвой как так получилось поклевки не было ничего не было когда за 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 трау зацепился потек и все из глубина в общем ладно остается это на ее совести в общем надеюсь следующий сезон будет более результативный в этом наверное вряд ли что получится еще сделать потому что у нас заморозки начинаются в ближайшую неделю наверное может быть в крайне крайне рыбалка может быть получше следующую субботу но это далеко не факт всем удачи и пока